господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного аминь 388 номер события дня посланник евреям 9 глава 20 и другое пиграть на новый год человеком положено однажды умереть а потом суд я правда здесь маленькая надо было в точке впереди поставить но она система не пропускает вот это оторвано вот так умереть а потом суд что положено умереть все-таки как-то уже вжились мы в это что смертная это за 3 января 2017 года мученик за христа и за царя григорий новый вот 10 серий вышел новый фильм я не могу сказать что советую не советую но но вышел фильм и приходится посмотреть так это собрание в конце рассказал об аресте библии синодальных это я мое мое здесь это такой ролик который никак не прописано что-то сбилось я легко переносил с ютуба на мой мир и здесь замучился до 20 раз переношу не проявляется и все что-то система разрушена или не знаю приходится теперь каждый ролик перекачивать сначала на рабочий стол а потом отдельно закачивать дальше так это собрание в конце я рассказал об аресте библии синодальных о приговоре сожжения их и добавил что если это подтвердится что власть объявила войну слову божию то этой власти пришел кирдык амба пепелом развеет бог власти кремль дни их будут сочтены видите как меня за эти слова могут падеть меня это уже не касается библию тронули в владивостоке приговорили к сожжению но будто бы не сожгли еще и и поэтому синодальные издания конкретно то есть безумие полное кирдык синонимы слова амба капут каюк кранты хана трындец конец и крышка крышка вот сколько слов кирдык что означает я назвал этот ролик по другому кирдык он записался сразу мне нравится хана ксения юрова дорогой игнатий тихонович мир вам мы лично не знакомы в первый раз я услышу и все но но вы для меня путеводная звезда вот между прочим путеводная звезда я как-то возьму это надо мне просто посмотреть где то здесь есть путеводная звезда так и назывался здесь конкурс в алтайском крае и и обо мне написали путеводная звезда какая звезда вызвали там грамоту выдали то звезда и вот там все вся моя биография была написана как работаю с детьми и прочее присвою присваивать мало того первую премию и тут еще одна валника она по годам разбивает я 39 года рождения в интернете сотни тысяч и мне раз за разом присваивает первую премию и за все это что я там и поэт такое поэт там уже стихотворение начальной детского лагеря миссионер и она из омска первый раз и она как раз берет мою биографию и сует ее омскому начальству а вы детские лагеря позакрывали а человек открывает и опять мне первая премия как она не не в деньгах ни в чем не выражается среди рожденных в тридцать девятом году меня опять первое место дает она дальше так около полугода назад я узнал о вас из того момента каждый день смотрю канал во свете библии спешу поделиться радостью она смотрит ну и смотри слава богу рад вас как и звать то ксения ксения дальше в ролике ссылку на который отправляю вам отец владимир головин из болгар на пятой минуте 36 секунде говорит о вас сердце мое возрадовалась и я смелилась вам написать слава богу за все из-за вас и для этого как сердце мое возрадовалось и я смелилась написать ну просто я ее не знаю но уже я поневоле к ней расположен что не про отца владимир это я уже кое-где упоминал ну вот смотрите вот отец владимир сказал 536 сейчас контур нажму а потом на сюда вот везде раз и нажал где это включи знаете еще написание так подожди о чем речь вот да послушаем еще и церковных настоящих проповедников то есть ему задала вот эта женщина сидит вопрос а вот к вам не подходит тщеславие что вот вы популярный батюшка его слушать а его видно что он простой комната из бревен какая интересная хорошо и вот он погромче сделать чтобы слышно было в церкви у нас немного но есть конечно люди которые высокой эрудиции большого проповедческого таланта то он говорит а чем не тщеславиться ягод сравнивать себя с другими у которых большой талант там у меня ничего этого нет уметь и тщеславиться не ищем я отвечу его славы точно так и я у меня нет никакого образования ничем тщеславиться что с утра до ночи в грязи там помогаешь где-то кому-то копаешь в печи и делаешь сажей весь ничем высокой духовности все познает сравнение когда если себя сейчас поскольку с ними сравнил явно сравнение мой будет пользу но я могу назвать именно сейчас вот например а это как видно что он не играет его видно по простоте по глазам мне нравится его очень борода какая и сам в этой в простоте сидит вот смотрите очень эрудированный известный там предпочтение отец андрей ткачев думаю что интересные вещи порой очень глубокий говорит сердце димитрий смирнов он говорит о них что чем они выделяются и тот кто составлял ролик он уже вот эти о личном че один это владимир головин это о нем и он перечисляет второй это отец димитрий сколько священники грамотно богословски и духовно осип вот третий я то есть он сравнивать себя с ними говорит у меня таких талантов нету и проповеди говорят а я еще бы счастливался то с особым желанием слушаю слова владыки иллариона четвертый вот я думаю что глубоко говорит наш патриарх я нахожусь всегда что-то очень важное глубокое в словах дальше некуда пятое он берет патриарха дальше он что бы мог только папу римского взять больше это никого выше то нету с кого пример взять но и вдруг он выдает на гора я знать не знаю при том вчера не один человек мне из других республик даже других стран и все оказывается многие слушают батюшку то вот он говорит слушайте внимательно сейчас скажет игнатина зазомбировал его зазомбировал его батюшку а у него лоб широкий как его зазомбируешь можно других называть поэтому все перебрал кого знает выше некуда но что-то его беспокоит еще и он начинает как бы припоминая гляди на него вот есть такой интересный проповедник он давно уже имеет место со служения и нашли фотографию какой-то митрополит сегодняшний сергий ванников московского патриархата священники сидят потеряевки там на скамейке рядом он это пирс где крещение идет и видно мы как сидим разговариваем ну тут кому непонятно то что его тихо начало своеобразный проповедник нам прям сказать горячий такой но насколько он знает священное писание насколько это конкретно он говорит и сразу четко конкретно вот такая книга библейская такая глава такой стих ну когда себя сравнишь такими чем числа это нет ничего нет поэтому числа это особо нечего отбил то есть он их только помянул об андрея я даже просто так сказать кочеве он ничего не сказал хорошие хорошие пятерых пробрал и он с патриархом закончил и меньше времени уделил чем мне почему бог но тут мне это внутренне внутренне удобство такое что я то его не одобрял уже говорил о нем немного вот он ему обязательно это покажет как не одобрял то я всегда говорил хороший батюшка ну слову божию привязывайте не к тебе чтобы они приходили не к игнатию не к игорю не к владимиру а к богу то есть я стараюсь все занятия все ставлю на одном полюбите христа его слову ног христа сидеть не у моих ног вот в этом есть смысл видите как он ведь открытое чистое лицо не пьяница патриарху да нет здесь владимир вы считаете себя публичным человеком она вопросы дадут хорошо и ну я так сейчас это уберу просто пока покажу вот вчера зашла женщина это я бы знать не знал вчера было три тысячи у него посещение сегодня уже 5000 эти как его тут ну и что здесь закрою я вот надо вернуться на прежнее вот это прочитали дальше так игла в администрацию наших ресурсов благодарю за тонкий намек я так и сделал сначала скачал свой видеоролик собрание на рабочий стол а потом уже совершенно самостоятельно закачал на свой участок моем мире до этого же напрямую с нашего видеоканала на мой мир переносил до 20 раз один и тот же ролик ничего не получалось уже третий день теперь получилось слава как иисусу христу андрея так подкинули андрея 298 игнатий тихоныч с миром головина вас говорит послушайте примерно с пятой минуты понятно это это из беларуси голоден ли головин а теперь я уже обращаюсь процент а в фильме которым говорят о григории распутине и оттуда кавычки открыты однако самая главная тайна связанной с григорием распутиным стала его смерть самая главная тайна не смерть гитлера не гиммлера не бормана не ленина не сталина не наполеона а именно во всю мировую практику я нигде не мог найти подобного чтобы смерть рассматривалась трех позициях так же как и предсказания смерти самым известным кстати о григории ефимовича распутине в свое время предсказывал еще один великий предсказатель ностардамус именно о смерти о григории ефимовича даже у ностардамуса нашли в своих центуриях посвященных распутину он говорит и о людях которые убьют старца он указывает на их невежество и что они сделали страшную ошибку чтобы от смерти одного человека зависела катастрофа катастрофа государств и изменение всей политики мира никто этого никогда не ну назовите где ну убили там андрея боголюбского и что все изменилось бориса глеба убили даже апостола павла убили петра всех апостолов убили ничего не изменилось только один человек за всю мировую историю как мне известно в своей смерти предсказал как он бился за то чтобы войны не было виновата царь николай дальше пророчество григория распутина об своей смерти как вот она запрещается пророчество григория распутина в собственной смерти сохранилось дословно в его письме оно стало самым известным среди 100 предсказаний справиться ста предсказаний вот понимаете ста предсказаний но это самое известное стало самым известным даже людям не верится что это могло быть а может это подделка в своем письме григорий распутин писал о том что чувствует скорую смерть он был уверен что умрет еще до наступления следующего года и в этом письме предсказатель оставил указание по его собственным словам русскому народу папе русской маме детям и русской земле а так звал он царя и цариство он точно знал что причиной его смерти станет убийство и писал что если его убьют крестьяне или наемные убийцы то царю и его детям опасаться нечего династия продолжится и еще сотни лет будет править страной удивительное дело вот если бы это так случилось и говорят а как было не знаю мировая история пошла бы другим путем а вот если его убьют дворяне то кровь со своих рук они не смогут отмыть в течение четверти века 25 лет придется страдать вот определенная щетка три вида смерти и на каждую какой был бы результат более того они покинут Россию а в стране начнется война между братьями и не будет стране дворянства в течение двадцати лет ну это можем не верить этого не было его крестьянка не убила резала хионе не дорезала он целый год лежал в больнице но дальше то что исполнил самая страшная третья часть была дальше письме Григория Ефимовича Распутина идет обращение напрямую к царю следующее предупреждение и пророчество специально для него кавычки открыты когда ты услышишь звон колоколов возвещающий моей смерти знай если убийство совершили твои родственники то никто из твоей семьи не проживет после этого больше двух лет как с ума сошли показывает какая была радость что убили его Елисавета родная сестра царицы царица души в нем не чаяла а Елисавета это родная сестра немка и она поздравительную телеграмму прислал наконец-то убили его и сама вскоре пойдет пойдет под нож вот этот момент как объяснить она святая зачем ей это нужно было Библия говорит что если услышишь о смерти какого человека не радуйся Богу не угодно это будет я не знаю только как это высказать надо показать место подожди-ка угодно будет ну-ка напиши это враги вроде говорится давай здесь где-то найдем кажется в притчах это должно быть давай 24 18 17 что написано вот отсюда не злоумышляй нечестивый против жилища праведника не опустошай место покой его ибо семь раз упадет праведник и встанет а нечестивые впадут в погибель не радуйся когда упадет враг твой и да не веселится сердце твое когда он споткнется иначе увидит Господь и не угодно будет это в очах его и он отвратит от него гнев свой вот так где это семь раз пятнадцать может быть здесь еще что-то дополнительное есть притчи посмотрим первая старт зияния больше нету 17-18 то есть злоумышляли радовались и тут есть такое не злоумышляй вот я попробую сейчас я покажу какие тут были и вот сейчас решили все таки выступить фильму поставить против самого оболганного за всю мировую историю больше лжи никого не было сказано как против Григория Ефимовича Распутина так парализованный христианин видит дальше чем космонавты и президенты это я назвал ролик вчера записали только третье ноль первое уже там нужно ставить ноль первого ну правильно что же тут ой 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 видать теперь мне надо туда заходить и там выправлять ну Юрий Соболев мир вам Игнатий Тихонович и братья ваш видео цикл деяний уже становится полезным практически м для меня ко вчерашнему занятию первой группе готовился при активном использовании ваших новых материалов удобно и полезно да благословит Господь ваш труд обнимаю храни вас Бог так кавычки открытые встречи с таким баптистом не на пользу но во вред 29 декабря 2016 года хорошая беседа с удовольствием и пользой послушались семьей видите как вот мы получаем известие что кому-то это уже пришло на помощь теперь вот мой мир вот оно где кто зашел Владислав Марущак еще он тут опять написал так преддверие ада это рай западного образца или европейская модель уничтожения семьи ну можно нажать и посмотреть нету нету еще не получилось это надо вот так вот нажать правой и открыть в новом окне хотя бы глянуть что за ролик на что он указывает этот рай ой 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 а чё ж такое это аппарат наверное этот всякий преддвери ада это рай западного образца это чё ж ты это что означает идут специально раздевается или чё да ниже ниже посмотри что там да без чём затянул бы как следует и всё чё он тут пишет о чём о путешествии по европе пишет кто-то о своём ну вот они они не знают преддвери ада это рай западного образца ну вот если взять и сюда январь то это можно даже вот сюда будет взять поставить вот так посмотрите можете зарядить и тогда просчитать если посчитаете это нужно я не считал не знаю но видно что что-то пакость какая-то вот и теперь мы видим что наш православный форум у нас есть и видеоканал вот парализованный Сергей вчера мы тут записали попросил Виктора Андреевича врачице соединить его с ним ну так и получилось уже 168 это ночью закачивалось вчера Лена приходила с ребятишками двести сколько двести восемьдесят два ну двести восемьдесят два посещения для нас это нормальная цифра с ребятишками была вот кто-то в это время пришел ну если ругань это я не виноват просто посмотреть что такое ну-ка так если вы будете проповедовать закутывание в одежды вы сразу отталкиваете молодежь вот молодежь надо голову голых проповедовать и молодежь она на запах придет если будете ну правильно под закутывание в одежды потеряет толкнет ему да какая-то молодежь шпана поганая и она нужна нам чтобы колготилась вокруг правильно сказал Юрий мы ни на кого не смотрим ну и еще у нас это большой ресурс во свете библии православный библейский сайт и мы тут смотрим некоторые уже осмотрели работу сейчас сороковой пункт осматриваем что тут есть сейчас будем отсюда брать вот так это ctrl s так это надо закрыть вот так открываем мы word ctrl v ctrl a заактивировали и на двадцатый номер переводим шариф все давай что за вопросы вопрос 2624 двенадцатый том открытый моком приходилось ли вам на себе ощущать какую-то пользу от интернета ответ даже и не раз недавно произошло чудо немалое и преславное человек давно и напрасно враждовавший против меня вдруг присылает вот такое письмо к вышке открыты господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного аминь мир вам возлюбленная господи Игнатий Тихонович с сожалением прочитал в интернете ваш ответ в котором высказывается обида ко мне лично и к моей жене приношу вам искренние извинения и прошу простить меня и мою жену за нанесенную обиду оскорбления чтобы нам в вечности и одеты мне оказаться ногами здорово 2 коринфянам 5 глава 3 стих дьякон пишет один с любовью господи дьякон михаил буряков 6 19 2014 года на память святителя николая верликийского чудотворца значит 627 ну и так дальше адрес я ничего не скрываю тут ничего такого нет да благословит его господь дальше смотреть книги открытым оком том 2 вопрос 777 том 8 вопрос 2167 том 10 вопрос 2358 занятие потерявки объяснительная том 5 страница 689 страху господню научу вас том 9 страница 397 кроме того уже сколько человек вошло на наш сайт и они вышли из него не те что были до этого а иначе как бы смог я для незнакомых людей принести пользу в других странах пророк исаев 43 глава 6 стих северу скажу отдай и югу не удерживай веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли вслом 21 стих 28 вспомнят и обратятся господу все концы земли и поклонятся перед тобой все племена язычников вслом 47 стих 11 как имя твое боже так и хвала твоя до концов земли тесница твоя полна правды так стихотворение всем на земле и бог не угодит запросы до ноздрей себя любивых башкам своим и пьяница кадит полезней винограда мнить себя крапива но цель великая приобретать погибших заблудших ослепленных разномастных в небесном царстве не бывает лишних преображенные войдут не эти маски для всех я сделаюсь похожим по уму за своего в застиранной рубахе надеялся они меня поймут со мной откроются заговорят без страха живя с невеждами играя под невежд не выпирая знаний наружу но крепко чувствую ни капли за рубеж где окажусь сам богу я не нужен то есть нигде не не перейти эту грань чтобы богу оказаться неверным персты слагаю точно под углом и низко кланяюсь в ненизменном поклоне мой остов гну до хруста на излом прислушиваясь искренне о чем они долдонят к их темноте упрямству и снобизму чванства не мог и не имею уважения моя задача светлая их черноту закрасить в любой момент могу им стать мишенью авторитет писания яговы вкрапляю осторожно в свитки древних но староверы пасмурны сопят на супе в брови не ожидая за победу премий для всех быть всем не поступаясь главным быть подзаконом Господу Христу уметь заторы разгребать бы плавно и не прослыть за хитрую лесу по крайней мере нескольких спасти кто обрещенно погибал вне церкви родившись свыше истину постиг в его руках светильник не померкнет 1 февраль 2005 года о чем речь идет о интернете пользы интернета запиши это вопросы которые мне задавали и теперь мы эти вопросы озвучиваем дальше ну вот теперь контрлс это взял опять захожу на этот эти как быстро все уже возвел двадцатку пожалуйста вопрос 2791 13 том открытым оком как то прочитал не то у Соломона не то у Сирахова что если даже стараешься сделать дело как можно лучше но успеха не будет если Богу не угодно выходит что лучше делать абы как но если Богу угодно то вырастет и без наших удобрений вот какой вопрос тогда ответ эклисиас 9.11 смотрите я ответ отвечаю ответ по Слову Божию и обратился я и видел под солнцем что не проворным достается успешный бег не храбрым победа не мудрым хлеб и не у разумных богатства и не искусным благорасположения но время и случай для всех их видите как вот а как вы знаете ну просто мне задают вопрос я стою на капедре вопрос задали у меня сразу выплывает эклисиас 109.11 и вы знали наизусть нет конечно ну а как так цитируете понятия не имею вот это я называю миссия когда Дух Святой делает это это все один ответ один ответ посчитайте в каждом ответе сколько мест Священного Писания отец Владимир Головин как раз про это говорит у меня этого нет но у меня нет того что у него есть время и случай на которые ссылается Соломон играют решающую роль в достижении желаемого но непременно при благословении Божьем 1 Коринфянам 3 глава 7-8 стихи посему и насаждающий поливающий есть ничто а все Бог возвращающий насаждающий же и поливающий суть одно но каждый получит свою награду по своему труду труду а не потому что обратятся люди будут ли они лучше нет за труд то воры то пожар уничтожат и самое ухоженное примерное хозяйство притча 2 стих 7 он сохраняет для праведных спасения он ищит для ходящих непорочно вот сегодня утром мы считали на молитве сороковой псалом я его первый раз прочитал в шестьдесят втором году шестьдесят втором в прошлом столетии что если господи не дашь поколебаться ноге моей а врагам не дашь восторжествовать надо мной из-за того я узнаю что ты за меня я прочитал и решил взять себе как эпиграф то есть не нарушить заповеди божии не покориться врагам выстоять и получить награду и в этом направлении я иду пятьдесят четыре года так псалом сто двадцать шесть стих 1 если господь не созижди дома напрасно трудятся строящие его если господь не охранит города напрасно бодрствуй страж нужно изучать лучшие методы новой технологии как принято говорить ныне но все же только бог дает силу семени уже восшедшему иначе спалят зной и съедят черви и он на четвертой главе 7 стих и устроил бог так что на другой день при появлении зари червь подтащил растение и оно засохло и крестьяст девятая глава мне иногда спрашивают я отвечаю на ответ даю около десяти мест писания иногда больше еще сейчас мы зайдем когда на жития будем вот тут потрясение будет 1173 жития а в житиях там много страниц но именно момент о котором говорится его надо было знать вытащить и в кавычках поставить и вы знали я не знаю но вот прям вышло ну а еще место есть в писании я смело говорю так о больше нигде нету это одно единственное место одно единственное место в библии одно единственное место в житиях а один раз только этот канон повторяется я его знаю что он есть и только один раз и этот один вы помните я не знаю как это мы читаем когда псалтырь стоят на молите молодые люди у меня тут ну раньше было сейчас то не так и он считает ударение то не только ударение одна буква не так, я останавливаю неправильно он считает опять неправильно третий раз и опять неправильно, я говорю, считай по буквам да что со мной, да как я мог а вы как это помните, никак я не помню просто у меня перфокарта не пропускает здесь, оно никак щелкнуло, как будто бы, что неправильно то есть я поставлю стражем охранять православие это священное писание, святых отцов жития святых и канонов, вот так могу назвать дальше, Экклесиаст 9 глава, 12 стих ибо человек не знает своего времени как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в селках так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них заранее не подготовиться 12 глава, 13 стих ночи Господа презрели на него во благо ему, и он восставил его из унижения его и вознес голову его и многие изумлялись, смотря на него абы как верующий не может делать никогда колоссянам 3 глава, 23 стих и все, что не делаете, делаете от души не делаете, это нету слова а, все, что делаете, делаете от души как для Господа, а не для человека видите, молодой человек смотрит, добавляет букву а я даже толком не вижу, что написано-то и говорю, неправильно вот как раз к слову сказать мы не договаривались, а как, понятия не имею не оставляйте без присмотра печь поленья, жрущу и уголь краснотелый за недосмотры головы снимают с плеч и припечатают, что получил за дело не просто деву чистой сохранить для целомудрия, не окружив замками кастрация не выход когда наш конь храпит и искры сыплются из поднего на камень понятно? да какие слова, откуда находятся я не поэт, но таких стихотворений нет в мировой практике нету, да мало того, у меня на почве в каждой строке еще и местописание тут я то ли не взял их, или что нам нужен глаз да глаз за карапузом, тем более за отроком вихрастым привить пред Богом страх и верность Иисусу что каждого спасением украсит смотрите в оба за своим стоянием на утренней молитве и во храме светильник телу, о как по писанию помощник в тишине или на случай крайней моим глазам не время отдыхать два сторожа, не дремлющих на страже им за себя и уши брать в охват выискивать и тех, кто сажей мажет в охват, в уши, об охват, вдумайся какие слова? притом 3467 стихотворений и все написано без помарки просто я беру карандаш и пишу и вот такое стихотворение как, понятия не имею два сложных окуляра столько лет не дали тьме всесильного царица узреть больных, отставших и коллег отсечь расхилистренных, без пояса и бритых улыбки трансформируют глаза переводя в пощечины и в ласку вперед, за грань веков и тысячи назад к Голгофе в пятницу в пустой гробнице в Пасху им отдых не положен ни на ложе каким-то зрением спасает в битвах шкуру момент свершится, распадется кожа два скоропийца схоронятся в урну слова-то какие все и у меня даже писатели, это поэты я читал в литературном институте какой богатый, богатый у вас словарь на запас а я никогда об этом даже не думаю мне стихи вот в этом вопросе что они быстро написаны это Константина Бальмонта я его одного только нашел вот так они легко идут без всякой натурки только Константина Бальмонта, повторяю ни у кого этого я не видел не дать глазам в лисицы превратиться не оставлять наедине без Бога с слезой, протоки, при радарах при радар-ресницах сигналы шлют на руки и на ноги 13.07 о чем речь идет? о чем там речь идет? а? давай-ка глянем ну как это даже, я не знаю делать хорошо работать как для Бога улетел, это я задел, я задел, виноват я опа, а я что это делаю, это не то открылось а куда наша делась? да как, а что сейчас? ну вы же закрыли его я его закрыл вот это вот нет закрыл еще себе нет а теперь что? да кого закрыл-то, как я закрыл? это речь-то идет в этом да я в стихотворении в смысле закрыли вот где ну вы спрать хотите так что не закрыл дальше вот так теперь опять смотрим видите как а какие ответы это я даю в университете в основном было? нет, не ту кнопку нажали а? не ту кнопку нажали, говорю ну ладно, Ctrl-A, Ctrl-S а вы Ctrl-D нажали вот ну такое вот есть калека ну я так я без претензий теперь опять вставляю сюда Ctrl-V тысячу раз уже это повторено а пальцы-то грабли моя бабушка она всегда была недовольна собой ну 90 там лет с лишним и она вот о косорукая да какая ты сама себя укоряла очень сильно вопрос 2800 13 том открытый моком уже 13 том пошел к каким специальностям вы относитесь отрицательно? ответ не считая за специальность работу в абортарии это узаконенные киллеры безжалостные трусливые людоеды и к историкам их как листья осенние наметают на меня во время судов простые учителя пенсионеры кандидаты даже доктора исторических наук все они поврежденные глубоко ненужные и лживые настоящие историки только те кто знает Библию верить ей пользуются примерами библейских историй 1 Коринфянам 10 глава 6 стих подтвердить это местами писания пожалуйста и вот какие места писания я подтверждаю скажите вы знали это или нет вот это вот подметил как раз Владимир Головин а это были образы для нас чтобы мы не были походливы на злое как они были походливы все это происходило с ними как к образу а описано в наставлении нам достигшим последних веков что это такое есть есть фири или это ефесян 8 глава 12 стих это можно видеть не только столько из древних историй как мы сказали сколько из дел преступно совершаемых перед вами злобы недостойно властвующих и какие какие слова ты говоришь то ли ефесянам да ефесян 8 главы нету нету это как интересно допрашивает один баптиста но тот писание знает он говорит но если вы все так знаете скажите что написано в 64 главе Исаия он говорит а такой главы там нету и все 2 Маковейская 2 глава 29 стих там есть как раз представляя точное изложение подробности историку и стараясь последовать примером сокращенного изложения раньше когда не было интернета симфония была и как там у нас было собрались люди и решили меня попытать ну я сижу они тогда берут какое-то место откроют ну и по симфонии найти надо они по симфонии листают а я им на память говорю они ну сколько там было у нас допустим 20 таких вывопов и все они проиграли дольше искали по симфонии стихотворение что бог субботу и не спит все хорошо и хорошо весьма лучи по прежнему обогревают землю как было узнаем из божьего письма как шар земной стал сливой переспелой художники воятели ягова зиждитель в третий день и в день седьмой дал атмосферу от лучей покровом храняющую нас летом и зимой враг сатана дерзнул и покусился престол поставить для своей гордыни так авесолом кудрявый станет лысым а зоном недовольный издохнется дымом косметика космическое зло особенно на губы что хулят варенье кому к смирению прибегнуть повезло тот подошел вплотную к воскресенью творится новое все тем же сущим богом и солнце новое и новые дожди унижен человек пред ангелом немного но перед ним не следует ходить все хорошо исправлено весьма голгофа крест единородный сын понять не трудно что сошел с ума кто подправляет сущее пустив кадилом дым здесь в завершенном виде искупления так прочь же руки искривленный рот воскресший входит в новый понедельник одной из тысячи предложенных дорог но это не стихотворение это не поэзия ты внимательно прочитай о каких событиях говорится и попробуй написать в прозе это у тебя тетрадь получится целая о чем речь так о чем же речь только сейчас было и уже нету какие специальности давай отрицательная специальность отрицательная ладно да 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 чтобы не задеть вот теперь снова идем дальше у нас время еще есть вот Так, сразу заходим в ВСЕВ, КОНТРЛА, УВЕЛИЧИТЬ до 20-й и НИКИТЕЙ дать возможность посчитать. Вопрос 2811, 13-й том открытым оком. За годы свободы с 1991 года, как смогли вы воспользоваться этим временем для духовной работы? Ответ. Были с нуля созданы общины в городе Барнауль и в поселке Потеряевка. Основан заново поселок и вот уже 14 лет он восстанавливается. Велись занятия в университете, распространялись в городе материалы о крещении, покаянии, о церкви и другие. Функционировал детский православный лагеристан, велась работа в местной тюрьме, в нескольких университетах, техникумах, во многих школах и училищах. Не все оценили невиданную свободу и не пожелали воспользоваться короткой передышкой. Это уже их дело. И их ответ пред Богом за упущенное. Я всегда говорил, цените время. А вот сейчас разные законы, яровой, там и Библии, и экстремизм, и все, все ушло. Откровение, 2 глава, 21 стих. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Второзаконие, 3 глава, 18 стих. И дал я вам в то время повеление, говоря, Господь Бог ваш дал вам землю сию во владение, все способные к войне, вооружившись, идите впереди, братья ваших, сынов Израилевых. Были изданы 20 книг, отвечены вопросы, изданы симфонии. Псалом 103, 27 стих. Все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу их в свое время. Нам мешали местные власти. Любыми неправдами желали, чтобы поселка не было, чтобы у нас не было духовных занятий. 1 ездра, 5 глава, 3 стих. В то время пришел к ним Фафнай, заречный областеначальник, и шефар Базнай, и товарищи их. И так сказали им, кто дал вам разрешение строить дом сей и доделывать стены сии? Понимаете, какое место редкое, но его надо знать. А что скажешь-то? Книга 1 ездра. Так, стихотворение. Курс доллара, курс евро, то и дело, меняет скряга в крашеной ермолке. Рубль извеченный, на нем нет места цело. А почему? Обычно недомолвки. Потому что еврея трогать нельзя, еврея нельзя трогать. И у еврея не надо поминать, надо из паспортов убрать национальность. Бык с золотой шестиконечной рожей. Поднимайся, какой вопрос. Отгорбоносился в последнюю декаду. Конечно, каждый делает, что может. Да мало ли в траве ползущих гадов. Вот думайся, еще раз прочитай. Бык с золотой шестиконечной рожей. Отгорбоносился в последнюю декаду. Понимаешь, сколько здесь заложено. Конечно, каждый знает, что может. Делает, что может. Да мало ли в траве ползущих гадов. У них в Израиле, а у меня в Сибири, вчерашний день прошмыгнул незаметно. Злой иудей удел свой прикупает шире. На души и тела вывешивает сметы. И я. Все уже мой путь ежедневно. Все ту же пояс на костлявом торсе. Окончим курс, и подойдет замена. Нас вытолкнут, и имени не спросят. На костлявом торсе. Вот найди такое выражение где-то. Курс наших душ, деяний, делишек, Бог и Его взвесит в судный день. Что не для вечности, окажется там лишним. Настолько лишним, как на дороге пень. Понимаешь? Да, понятно. В любом раскладе день уже прошедший. Ну что в нем высветится в духе и в любви? Всегда у краткой змеи на ухо наше шепчет. Часы веселья в юности лови. Переоценка в нас произойдет. Сгоревшая земля в утиль и в переплавку. Полынь во чреве, бывшая как мед. Цене поднимется, что здесь имел бесплатно. Курс благовестия, евангельская вера. Молитва, пост и милостыни в щедрость. Откроют в царстве сияющие двери. За подвиг, за победу и за верность. Мы нищие, других обогащаем. За нас заплачено Иисусом на Голгофе. Мы зрим его духовными очами. Смерть подгребает всех. Не успеваем охнуть. 15 сентября. О чем речь? Все. Полминуты прошло назад и не вспомнишь. Да я читаю, забываю предыдущую строчку. Только давай. Так. Свободой пользуйся. Я все время говорил, пользуйтесь свободой, какая сейчас. Такой свободы в мировой практике не было. Никогда. Ноль внимания. Это я воспользовался, по милости Божьей, по полной программе. Как Господь благословил. Ну, давай еще зайдем. У нас есть что сказать. Ну, давай. Контрал А, контрал С. Уйдем. Пусть маленько побольше, но мы это сделать должны. Люди услышат, что все-таки были. Был, говорит, среди вас, говорит, пророк. Знаете это. А тут не пророк, ничего. Один порок. Ну, давай. Вопрос 2927. 15-й том открытым оком. У моей бабушки, неродной, Просковья Васильевна в Новосибирске, за всю жизнь в его тодовой книжке записаны только две графы. Принято и ушла на пенсию. А основное только записи о премиях и наградах. Как это может быть? А у меня уже третью вклейку делают. Везде такой коллектив поганый попадается в магазинах. Особенно, когда одни женщины, гадюшник. И начальницы, как на подбор, тупые и злобные. Есть ли какое средство у верующих, чтобы молитву какую прочитать и закрепиться надежно на работе и не бегать с одного места на другое? Надоело. Вот, представь, какие записки это мне поступали на кафедру. Вот, давай дальше. Ответ. У меня самого такая же трудовая книжка была. Но сам я ни разу не уходил от плохих начальников. Терепеливо ждал толчка и пинка. И все же набралось у меня 35 лет стажа. Теперь законная пенсия 1300 рублей. Январь 2006 год. А вот сегодня, сейчас, на 2017 год, 6523 рубля 15 копеек. Меня гоняла по социальной лестнице советская народная власть. Верующие были изгоями. Да все за язык. Не молчал и другим говорил о Христе. А этого коммунисты, ох, как не любили. Как Ракитин в братьях Карамазовых. Вот Достоевска, Федор Михайлович. О терпении у плохих хозяев говорил еще Соломон. Экклесиаст, 8 глава, 3 стих. Не спеши уходить от лица его и не упорствуй в худом деле, потому что он, что захочет, все может сделать. Экклесиаст, 5 глава, 7 стих. Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает высший, а над ним еще высший. То есть там лестница такая. Развивайте воображение, что будто вы в плену или в заключении. Ну вот, дана вам льгота раз в день вечером покинуть этот серпентарий. Ты как бы за эту возможность ухватился и терпел весь день, чтобы с родными вечером повидаться. Меня на работе даже готовились убить, но Бог дал им покаяние, потому что за меня очень сильно молились друзья. Есть молитва. Дай мне, Господи, смириться под крепкую руку Твою. Я верю, что сверх сил ты мне испытания никогда не пошлешь. Научи меня быть тебе послушным и злых переносить, с терпением и научиться кротости Твоей. Притча, 15 глава, 3 стих. На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых. Римлянам, 13 глава, 3 стих. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Притча римлянам, Луки, Колоссиным, считай. Лука, 6 глава, 35 стих. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего. Ибо он благ и к неблагодарным и злым. Голоссянам, 3 глава, 22 стих. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. Ифесянам, 6 глава, 6 стих. Не с видимую только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души. Что это? Голоссянам, глава, 71. Хотя порой иные отступались, хотя порой иные колебались, но вновь горением чистым озарялись, и находили путь, и утверждались в неложности молитв и дел своих. Они являли слабости подчас, но отрекались от сует мгновенных, и возвышались в помыслах священных над бренной сутью каждого из нас. Была всегда им чтима чистота, и не было к молебе их небо глухо, их чатят, как тело Господа Христа, в них обиталище Святого Духа. В них нету ни следа, ни тени тьмы, их праведность светла в сиянии Божьем, они богоподобны, если мы кого-то Богу подобить можем. Была их жизнь чиста и безупречна, непоколебима воля, вера вечна, их истина единая и одна всему, что в мире тлено или мнимо. Противоборство их необоримо, их благочестие несокрушимо, и мудрость их для нас непостижима, сиянием Божьим озарена. Молить их, как создателю молю я, деяние их чтить по мере сил, и уповать на помощи святую, на это нас Всевышний вразумил. А я ничтожный в мыслях и делах, хулы достоин, грешник безнадежный, я бодрствую, но сон в моих глазах. Дремлю, хотя мои открыты вежды. Молясь я в мыслях осуждая близких, молясь я мыслю о деяниях низких. Иду вперед и вдруг подамся вспять, едва очистившись, грешу опять. Страстей своих греховных и гордыни, и умиротворяясь не уйму. Я мед мешаю с горечью полыни, в сияние дня предвосхищаю тьму. Я прячу тернии среди цветов, едва пока я снова согрешаю. Мое цветенье не дает плодов, я не творю того, что возглашаю. Григорий нарекации. Вот, а о чем речь? А кто его знает? Одна здесь пишет, одна, с новостей, это, с Санкт-Петербурга. Ну вот вы говорите там, поэзия тот-другой. А вот вы можете назвать, откуда это куплет один? Ну я сразу выдал, это Гавриил Романович Державин. Из поэмы «Ода, Ода, Бог» называется, написано тогда-то. Вот это да, она говорит. Потом она взяла и что-то написала из этого. А я тогда продолжу дальше, и Григорий нарекает, она говорит, чуть не упала, говорит. Я говорю, завтра обязательно скажу там на поэтической рубрике. Ну это редкий поэт, а я, к слову сказать, не все его знаю даже. Только вот это. Что тут? Не уходить, не увольняться с работы. Так, Ромбо, Ромбо. Давай-ка еще, маленько, потому что, ну где много, не даже к концу идет эта тема. Давай, Ctrl-A, Ctrl-S, посмотрим, побольше будет, но завтра легче будет. Завтра легче будет, в каком смысле? А, закончим это. Еще думал, что я тебя отпущу, что ли? Новый начнем. Ну еще нет. То есть, перейдем мы на жития. На жития букву «Ж». У нас произошло здесь уже о работе. Дальше. Вопрос, 2951-й, 15-й том открытым оком. Вы, как-то отвечая на вопрос, какие специальности считаете ненужными, сказали, что специальность историка вами не приемлется с восторгом. Так, что же мне теперь делать, если я преподаю историю и готовлюсь защитить диссертацию? Вот, понятно, натолкнулся на кого-то. Ну, откуда я знал? Ответ. Я же не диктую вам условия, но даю мое видение этого ненужного никому предмета. Кроме того, я знаю очень многих историков, и ни одного нет неповрежденного. Все они тупые, ленивые, любят выпивать и ничего не умеют производить. Вот какая характеристика-то? Кто сейчас историк, услышит и... Если же что-то умеет, то научились тому уже потом, закончив ульные факультеты, получив дельные специальности. Каменщика, юриста или врача. Историки все паразитируют за счет чьих-то трудов. Там они роются, выковыривают, перетолковывают. И совместить с нынешним никак не могут, и ничему от этой истории не учатся. С Лениным в башке. Даже обратившись в христианство, они так и остаются немощными. Это я беру слава с Лениным в башке, это не Маяковский говорит. Сонливый, брюзгливый, безвольный, под женским каблуком. Если у нас такие были в общине, то они отгнили, и это совершенно естественно. Есть свирь 8.12. Можно видеть не только из древних историй, как мы сказали, сколько из дел, преступно совершаемых пред вами злобы и недостойно властвующих. При том, почти каждый правитель пытается менять не только историю, но и ее освещение и трактовку. Есть одна истинная история, и она описана в Библии 2 Макавейская 2 глава 33 стих. Видите, надо знать, где написано именно. Итак, в связи с сказанным начнем теперь повествование, ибо неразумно увеличивать предисловие к истории, а саму историю сокращать. Исторические факультеты с современными их программами обучение должны бы быть ликвидированы. Первая ездра 4.22. К чему допускать размножение вредного в ущерб? Ой, какие слова интересные. Если не хотите, чтобы ваши дети были паразитами и забивали бы голове своей пылью, то учите их настоящим специальностям, без которых трудно прожить. Серахов 38 глава 30 стих. Сын мой, в продолжении жизни испытывай твою душу, наблюдай, что для нее вредно, и не давай ей того. Не давай того. Давай, прочитаем. Стихотворение. Уже в ребенке самых малых дней, любимая так ластится к нему. Где кукла милая, обнявшись, спит он с ней, а как любовь родилась, не пойму. Во вкусе каждого природным, изначальным, неизъяснимым, даже дикарю, срабатывает зов, велит крутой начальник, распахивает сердце. Плываешь, как в зарю. Любовь, привязанность к приевшейся привычке, мы с ней срослись, так часто не к добру. Утерянную соску, плача ищем, с тревогой озираемся вокруг. А то любимая нередко так вредит. Последствия той дружбы колоссальны. На шаг, полшага мы не видим впереди. И бросить жалко, от чего устали. Задача старших верующих братьев, задание для опытной сестры, дурное высветить, чтобы не могло пробраться, бедой черной в исходе не закрыть. Зачем распространяться о добре, когда оно в телах и в душах живо? Нам главное предохраниться впредь, не напороться на свое же шило. К любви Христу, посланцу Еговы, нам день и ночь взывать всем совокупно. Мы не избыли прошлого оскомин и снова за бесценок тоже купим. А надо выпросить неповрежденный вкус, неискалеченный бы навык, чтобы не выбрать зло. Любить нетленное, что возлюбил Иисус, что им отвергнуто пустить тотчас на слом. Писание евангельским настроем поможет отче, зрение исцелит, виление духа бдительность утроит, избрать небесное, всем сердцем полюбить. О чем? Ну, историк пишет, обидевшийся. Так, что делать историку? Подожди-ка. Историки это паразиты. Негодные, вредные. Все? Все, да? Ну, все на этом, давай. Согласен. Вот еще, это сегодня один подошел Анатолий. Что он тут прокомментировал? Что он тоже хочет сказать? Это о чем говорится? Земля наша земной шар или плоская? Анатолий, земля 4,5 миллиарда миль за антарктическим кругом, другие земли. Раньше их называли чертоги. Наша ячейка 108 тысяч километров в диаметре. Все чертоги под куполами. Наш захвачен. Что он написал это? Ну, это шизофрений какой-то. Он думает, что за краем земли там еще какая-то земля находится, неизведанная. Чертоги называется. Да? Да. Ну-ка посмотрим. Давай посмотрим. Так, это шизофрений. Что? Включи. Индия находится почти на самом краю земного диска. Диска? Диска. С севера и запада Индия ограничится страной, где проживают одни пляшевые люди. С севера и запада Индия ограничится страной, где проживают только одни пляшевые люди. Ну что ж, Костыльков, ты правильно излагаешь, так сказать, географические взгляды древних Но ты, конечно, знаешь, что земля не диск, а шар Если бы земля была шаром Если бы земля была шаром То воды стекли бы с нее вниз И люди умерли бы от шарствий Воды бы стекли с нее вниз, и люди умерли бы от жажды Земля же имеет форму плоского диска И омывается она со всех сторон величественной рекой и минуем океан Земля покоится на шести слонах А эти слоны стоят на огромной черепахе Вот как устроен мир с точки зрения науки Древней науки Не древней, а единственно правильной Не древней, а единственно правильной Ну и все пока на этом Вот он на слонах стоит Показано, видите, где-то на черепахе они стоят Ну а дальше земля наша Здравствуйте Я теперь хочу поблагодарить всех людей, которые оставили Оставили хорошие Так вот